здравствуйте уважаемые садовод огородники меня зовут русских иван я вас приветствую на канале иванова наука в период налива созревания плодов томата нам всегда очень хочется ускорить этот налив ну во первых чтобы отдача урожая была более дружной во вторых конечно уборка плодов с нижних кистей стимулирует лучшую завязываемость лучшее нарастание плодов более верхней кисти а нам хочется урожая побольше да вот с ограниченного числа растений собрать урожай побольше все-таки и как же нам ускорить созревание этих плодов но существуют разные методы просто 99 и 9 процентов этих методов являются травматичными будь то обработка йодом будь то какими-то другими жгучими растворами даже там крепким сульфатом магния подрезание корней травмирование стеблей там все все это травмирующие методы и на самом деле у травмирующих методов есть один большой недостаток в этих ускорениях это потеря вкуса плодов дело в том что при травмировании растение как можно быстрее дозаривает семена которые находятся внутри плода плод приобретает признаки созревшего плода однако в нем отсутствует ожидаемая сладость вкус аромат и все остальное прочее в любом случае травмирующие методы значительно снижают вот эти вот вкусовые качества плодов ну впрочем вы можете вполне пользоваться травмирующими методами но если они вам по какой-то причине нравится мне нравится другой способ гораздо более физиологичный гораздо более естественный для растений томата это же касается перцев и баклажан а огурцов нам не надо чтобы они кормовиками желтыми нарастали поэтому там ускорять ничего не нужно и конечно вот у меня сейчас основная масса плодов на томатах они зелененькие ну вот уже там зреют кое-где красненькие лежат вкусные хорошие красивые и конечно есть отдельные растения у которых вот эти плоды вот они такие зеленые на нижних кистях на на верхних на третьей кисти и так далее вот они а мне уже хочется побыстрее чтобы было вкусно и тот физиологический метод о котором я говорю заключается в гормональной регуляции оттока питательных веществ из листьев в плоды в этом случае ускорение происходит не за счет травмирования и шока стресса для растений а за счет перераспределения естественных гормонов и как вы знаете гормоны ауксинного ряда ауксины и индолил уксусные индолил масляные кислоты где они в растении туда направляется поток питательных веществ именно эти методы нередко используются в промышленности они являются не вредными для здоровья они не являются вредными для растений в то же время они очень хорошо и гармонично позволяют синхронизировать и ускорить созревание плодов томата без без вот этого травмирующего и шокового эффекта значит что можно взять для этого ну прежде всего надо сказать о таких препаратах как например корень супер вот такой вот пакетик 10 грамм надо растворить в 10 литрах воды где концентрация очень маленькая должна быть этих ауксиновых гормонов для плодов это же не укоренение мы же не хотим чтобы они корнями просли поэтому это очень экономичная штука 10 грамм на 10 литров воды корень супер тут дозы я все вычитал все посмотрел вот этот вот препарат можно брать или аналогичное по составу пожалуйста можете брать любой и соответственно легонечко проходится по кистям буквально несколько пшиков на каждую кисть сделать этим препаратом для того чтобы ускорить их созревание но вы также можете использовать естественные натуральные источники ауксиновых гормонов это конечно биологические препараты с бактериями которые естественным образом синтезируют ауксины это конечно такие препараты как флорис и стимул о них нельзя забывать вот легкая обработка по созревающим кистям значительной степени ускорит их созревание за счет привлечения питательных веществ туда перетекания этих питательных веществ и без потери вкуса и аромата не забывайте о том что другой гормон который очень часто мы используем это зависть и бутон препараты для того чтобы хорошо завязывались плоды их многие блогеры рекомендуют для завязывания все так они работают но они напротив задерживают созревание плодов поэтому когда вы работаете препаратами бутон или завязь ни в коем случае не допускайте попадания этих препаратов на плоды потому что как раз они задерживают созревание плодов ну и не забывайте что избыток калия в почве который очень важен для томатов для того же самого вкуса но если вы не видите очевидных признаков дефицита калия то есть краевого ожога таких желтых пятен желтого пятна стволоватости бел белых таких тяжей внутри плода если вы этого не замечаете то калием лучше не перекармливать потому что избыток калия задерживает созревание плодов томата что ж вот эти очень простые советы я надеюсь вам помогут ускорить созревание насладиться урожаем более ранние сроки и получить больше урожая за счет того что нижние кисти будут раньше убраны и питание растения пойдет на формирование кистей более высокого яруса пользуйтесь этими естественными абсолютно природными способами либо химически синтезированными либо природными выбирайте для себя любой на этом я прощаюсь с вами до встречи